Наверняка тебе хоть раз в жизни снился сон, в котором ты летишь и падаешь. А хотел бы испытать эти ощущения на самом деле. Ты говоришь нет, а раубджамперы говорят да. Нет, это не монтажники и не высотники. Раубджампинг это прыжки с мостов, зданий, скал и других высоких конструкций и сооружений с альпинистской динамической веревкой и по принципу маятника. Кто-то считает это свободным полетом, я бы назвала это свободным падением. Если во сне ты падаешь неизвестно откуда, то здесь ты точно будешь знать откуда будешь падать. Это зависит от того, насколько высоко ты сможешь подняться. Мы идем на девятый этаж. Сами джамперы знают об этом месте все. Подготовка к освоению этой 30-метровой высоты началась за полгода до первого прыга. Проводились самые тщательные расчеты, закупалось новое оборудование. Этот вид экстрима можно назвать безопасным только при условии высокого профессионализма и уровня ответственности организаторов. Без доверия я бы, наверное, не согласился бы просто прыгать, если бы я их не знал. И тем более тут, конечно, проверка тут так и идет. То, что видно, что они готовятся, то, что им можно доверять ощущение. Как принято говорить в команде охотники, за ощущениями? Экстремальный спорт – это украшение жизни, а не способ с ней красиво расстаться. Поэтому ребята делают все для того, чтобы хобби приносило удовольствие, а не травму. Первый испытатель сейчас будет. Иван Иванович. Рост сантиметров 50, вес килограмм 50. Команда охотников, в которой сейчас четыре человека, начала свою деятельность в 2009 году. Инициатором стал Андрей. Сплавившись однажды на байдарке, он решил, что просто так жить скучно. И занялся изучением промышленного и спортивного альпинизма. На получение базовых знаний у него ушло больше двух лет. Немыслимое количество прочитанных статей, книг и форумов, а также многочисленных спусков, подъемов и нескольких прыжков с небольшой высоты. Потом захотелось чего-то большего, и без команды было уже не обойтись. Поля, держите. Он прыгнул, он согласился. Говорит, да я хочу. Артем был мальчик, тоже он согласился, но он тоже прыгнул. Я хочу, давай, все. Мы входим в команду. А Дима я даже не знаю. Я ему просто просил, ты хочешь заняться ровно? Он сказал, ага. Я не знаю, что это такое, но я займусь. Конечно, нет. Это же такие прям ощущения. Первый прыжок, это очень страшно. Было просто уже встать на этот парапет, где-то ровно минуту стоял. А когда летел, думал, вроде не громко кричу так особо. Но когда поднялся, спросил. Я громко кричу? Да, ты там кричу вообще. Избавиться от этого страха невозможно, сколько бы ты не прыгал. Инстинкт самосохранения всегда будет говорить тебе, стой, не делай этого. Большинство людей на земле соглашаются жить с этим страхом, навсегда оставаясь по эту сторону парапета. Каждый человек боится, просто кто-то прыгает, кто-то нет. Я не прыгаю. Вот. Я доволен из-за этого. Избранные, которым и относятся рок-джамперы, предпочитают бежать по дорожке жизни, перепрыгивая преграды. А точнее, прыгая с них. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну как ощущения? Супер! Это надо пережить. Ну пока не знаю. Но, наверное, сейчас прыгну. Но пока не знаю. Прыгнуть или нет, решается задолго до того, как ты поднялся на крышу. Некоторые готовятся месяцами. А я годами. Может, перестанем к прыгну? На точке экзита, когда друзья уже начали отсчет, передумывают единицы. Но к отказу от прыжка здесь относятся с уважением. Толкать в спину никто не будет. Все-таки преодолевать страх или нет – дело каждого. Самое сложное – это сделать этот маленький шаг навстречу своему страху. Правда, высоту, которую нужно преодолеть, каждый выбирает себе сам. Это моя высота. Да, я осталась по эту сторону парапета. А вот Егор после долгих раздумий все же решился испытать чувство свободного полета, хоть и длится он всего две секунды. Если ты вдруг тоже захочешь испытать эти эмоции, не занимайся самодеятельностью, обратись к профессионалам. Помни, что любой экстремальный спорт должен быть безопасным. Только тогда ты сможешь получить от него удовольствие. Ты можешь преодолеть свои страхи, можешь подняться на новую ступень, и тебе это дает больше уверенности после такого прыжка. А развелось вот, развелось вот здесь, чем было. И вот когда летел в самом начале, там во все вот конечности в руки, в ноги, прям он все постой. Вот ради этого ощущения и стоило прыгать. Экстремалы, такие как роп-джамперы, считают, что не страшно, не интересно. Поэтому впереди у них новые высоты и новые прыжки. Мне лично для того, чтобы взбодриться и пробудить свой интерес к жизни, хватило одного наблюдения за этими падениями. Специально для твоей темы. Я полетел. Ну что, выспался? И что тебе снилось? Мне снилось, как будто сижу я на уроке, подходит ко мне обаятельная блондинка и такая... The end. The end. The end. Ха, ну это к финалу. С вами была твоя тема. Увидимся через две недели. А мы пошли. Все раз встать. Все. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok